Знание — это всего лишь эрудиция, то есть низшая форма интеллекта. Само по себе знание является бесполезным грузом, занимающим место в 4 терабайтах человеческой памяти. И остается таковым до тех пор, пока вы не переходите на следующую стадию — анализа имеющейся информации. Собственно, именно этим и занимаются политологи. А что до высшего интеллектуального уровня, то он открывается только тем, кто, используя предыдущие два, способен сделать нечто новое. Этот уровень наиболее ценен, и называется он творчеством. Работа на этом уровне сколь тяжела, столь и благодарна. Она способна вытянуть из человека все силы, но и вознаградить новым желанием жить и творить. С этим ощущением хорошо знакомы люди, которые и были приглашены в четверг во Дворец независимости, и которым президент вручал документы о присвоении научных званий. О том, что создают эти ученые, расскажет моя коллега Анна Пыш. Где трудится ученый? В лаборатории или, в крайнем случае, в небольшом кабинете здания типовой советской застройки? Такой есть и у доктора технических наук. Но чтобы объяснить, чем занят ученый Китиков, он приглашает в коровник. Пыренки лишь удивленно смотрят вслед и, кажется, не узнают в солидном человеке при галстуке бывшего начальника. Эта ферма несколько лет назад стала базой его научных изысканий. Казалось бы, Беларусь занимает в мире четвертое место по производству молока в лидерах и по экспорту молочных продуктов. Но Китикову этого мало. Говорит, уж слишком велики затраты на единицу производства. В два раза больше, чем в Евросоюзе, не говоря уже о рае для коров Новой Зеландии. Методы традиционной модернизации в настоящее время себя уже исчерпали. И доказательством этого может быть то, что замедлились темпы роста продуктивности животных. Сегодня нужна инновационная модернизация. Он в этом увидел свое научное призвание и создал то, о чем доселе, большинство наверняка и не слыхало – физиологически щадящее доение. Важно кормить, важно содержать животное правильно, но доить – это самый важный процесс. Ученый объясняет, для коровы повсюду стрессы. Может, от того молоко на ферме она дает лишь 3-3,5 года, в отличие от 10, а то и 12 лет в подсобном хозяйстве, где ее доят вручную. Ведь даже сам факт машинного доения может повергнуть буренку в шок. Скорость, с которой у той забирают молоко, важна. Давление в трубках – еще бы. А если копнуть глубже – сплошная молекулярная биология. Такого в школах не рассказывают. Стрессовая ситуация, любая, она заставляет выделяться в кровь гормон адреналин, который, в свою очередь, блокирует окситоцин и мгновенно останавливает доение. Так вот, если в течение 4,5 минут период действия окситоцина мы полностью выдаиваем животное, то мы забираем и все количество молока, с которым она пришла на дойку, мы забираем качество, а это жир, потому что только в последних порциях молока максимальная жирность. Если мы не забираем жир, то мы теряем коммерческую составляющую. И, кстати, губим здоровье животного. Так доктор наук подводит к ошеломляющей операторов машинного доения мысли не человек и даже не машина должны управлять процессом, а сама корова. Для этого на полутысячи ферм уже стоит отечественное оборудование, позволяющее забирать молоко у буренок без стресса. Нужно лишь отстроить компьютерное управление в соответствии с его докторской диссертацией. Тогда животное будет жить дольше, молока давать больше и, может быть, когда-нибудь раем для коров назовут уже не Новую Зеландию, а Беларусь. В то, чем занимается эта женщина, тоже не сразу поверили. Для ее науки кардиологической реабилитации в академических масштабах без году неделя. До середины прошлого века считалось, те, у кого больное сердце, должны лежать. Чем дольше, тем лучше. Желательно полгода. Заставлять двигаться? Вы что, с ума сошли? Человек же умрет. Первыми в набат забили американские кардиологи. Когда пациента начали присаживать, в общем, через три недели ему разрешили ходить. Это был прорыв. Инвалидность снизилась просто в разы. Дискуссии в мире не утихают по сей день, но команда Ольги Суджаевой привыкла полагаться не на слова, а цифры. Ее опыт показывает, лечение одного пациента с инфарктом обходится на 606 долларов дешевле, если его реабилитировать. То есть, грубо говоря, разработать индивидуальный план физических нагрузок. В прошлом году в центре прооперировали 5100 инфарктников. А значит, методики Суджаевой сэкономили государству 3 миллиона долларов. Только на одной группе больных. Даже пациенты наиболее тяжелые, которые нуждаются в пересадке сердца, если не проводить у них реабилитационные мероприятия, будут нарастать значительно более быстрыми темпами проявления той сердечной недостаточности, которая у них есть. Опять же, после того, когда человеку пересадили сердце или сделали хирургическую операцию, здесь самое интересное и начинается. С ним занимаются уже в реанимации. Как только человек сел, реабилитация для него началась. И это на всю жизнь. Он должен у нас уйти так, чтобы он у нас ушел веселый, бодрый, с не атрофировавшимися мышцами. Он уже улыбается. Эффект на лицо. Каждый новый тип операции, каждый новый метод лечения – это вызов для тех, кто занимается кардиологической реабилитацией. Ведь когда-то и сама пересадка сердца казалась чем-то запредельным, а их в РНПЦ провели уже 248. Словом, недостатка работы в ближайшее время точно не будет. Каждый купит себе по тренажеру, продолжит занятия в домашних условиях и станет нашим пациентом в следующий раз, день через 10. Это достижения и лица современной белорусской науки. Всего в прошлом году ученые степени присуждены 495 соискателям – это доктора и кандидаты наук. Ученые звания профессора получили 343 человека. Лучшим из этого числа дипломы и аттестаты вручил президент. Он обратился к ученым за благодарностью, но задел и волевые точки. Стоит ли наука на службе экономики, как привлечь в отрасль молодежь и, главное, не отстают ли от мирового прогресса – белорусские диссертации. Лучшие разработки должны служить людям, а не пылиться на порках. И по этому вопросу принято исчерпывающее радикальное решение мною, и оно зависит только от вас. Никто не может сегодня в стране отказаться от освоения или внедрения результатов научных исследований. Никто. Государство очень рассчитывает на ученых. Будущее нашей страны сегодня в ваших руках. Главное для нас – сберечь этот клочок земли, если говорить просто. Вот все проблемы в связи с этим лежат, как ни странно, в сфере экономики. Экономика, вы знаете, какая у нас, абсолютно открытая. И все экономические субъекты, объекты, их в мире тысячи, а может быть миллионы. А это значит, что нам надо будет сохранить нашу экономику в жесточайшей конкурентной борьбе. Конкуренция без вас, без науки не бывает. У нас есть технологии, сегодня востребованные, но завтра мир потребует новых технологий. А без науки мы ни у себя, ни на внешних рынках ничего сделать не сможем. А каким сами ученые видят развитие науки? За круглым столом что-то сразу берется на карандаш, а над чем-то предстоит серьезно подумать. Эта встреча не только открывает собой год науки, но и становится анонсом большого разговора. Ведь наука в Беларуси не отрасль, отданная на откуп пытливым умам, а элемент, если не сказать символ, независимости. Анна Пыш, Александр Автухов, Контуры.